Я хитрее, чем в шагах. И что? И что? Искалечула, Паваль, вот что? Нет? Тогда давай драться немножечко, да! Этот фестиваль каждой весной с нетерпением ждут и юные выборжцы, и, конечно, взрослые. Ведь он – итог работы театральных коллективов за год и дает возможность маленьким артистам выступить на большой сцене. Веснушкам сегодня уже 14, а это значит, что мероприятие, задуманное организаторами в начале века, стало популярным и любимым. Все больше образовательных учреждений организуют на своих базах театральные кружки и даже целые объединения. И дети с удовольствием овладевают в них искусством перевоплощения. О том, что с удовольствием, можно говорить уверенно. Иначе не были бы столь яркими выступления, не звучали бы так дружно аплодисменты. Художественная ценность, артистизм оценивается, декорации, музыкальное сопровождение, ну, в том числе, естественно, вокал, потому что театр – это все-таки синдез искусства. Они все хороши, на самом деле у каждого есть какая-то своя неповторимая изюминка. Они все стараются, они настолько все искренни, потому что вот именно дети, они действительно артисты настоящие, потому что только ребенок может, наверное, искренне сыграть какую-то роль. Конечно, самые выигрышные постановки по сказкам. И играть интересно, и мораль присутствует. Младшие школьники из 11-й гимназии, к примеру, выбрали для себя волшебное кольцо. Здрасте, Ваша велика, господин ампарат. Здорово. У вас товар, у нас купец. Не хотите ли вы вашу уельку для новой конца? Ха-ха, вот еще жених нашелся. Он кто? Принц? Какой державы? Держава Ваша, а чин небольшой. Так капиталу благовидно? Капиталу маловани в голове. Да что, ха-ха-ха, а девчонки, вы же никак не останавливаете? Очень важно в нашем мире быть нежадным, а наоборот делиться с другими. И жениться только по любви. Члены жюри отмечают, что уровень фестиваля растет год от года. И получить заветные плюсики, приумножающие баллы, становится все труднее. В постановке юные артисты стараются и спеть, и сплясать, и костюмы придумать поярче. Во многом школьным театральным коллективам, конечно, помогают родители. И как результат общего напряженного труда появляются на свет оригинальные мини-спектакли. В итоге творческого соревнования в младшей возрастной категории первое место было отдано театральному объединению «Фея» Каменогорской средней школы. За спектакль по сказке Леонида Филатова «Кто царевну поцелует». Среди старших школьников лучшими оказались воспитанники музыкального театра 14-й школы. Были определены победители. В номинациях «Лучшая мужская и женская роль» отмечены лучшие режиссуры, декорации и костюмы. Наталья Березовская, Валерий Пресежнюк, медиагруппа «Наш город».